Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. С 27 марта в России будет полностью прекращено зарубежное авиасообщение, исключение рейсы для вывоза россиян. Ловить подростков на улицах никто не будет. Полиция назвала фейком сообщение о детских патрулях в Сочи. Центральной части города хотят придать статус исторического поселения. Это территория от Мамайки до реки Кудепста. Президент России накануне объявил следующую неделю нерабочие. В связи с обращением Владимира Путина губернатор Краснодарского края сообщил о мерах, которые принимаются в регионе. Безусловно, все меры, озвученные президентом, своевременны и необходимы. И Краснодарский край, как один из ведущих регионов России, приложит максимум усилий, чтобы сохранить эту стабильность. Все решения президента мы будем выполнять. Ряд мер мы уже предприняли на региональном уровне, приняли свои нормативные акты. С завтрашнего дня вступает в силу постановление Роспотребнадзора, которая запрещает работу всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров, фудкортов, торговых центрах, кальянных. Помимо этого, для сдерживания распространения инфекции мы продлили каникулы в школах и прорабатываем вопрос дистанционного обучения. Еще одно направление, на которое мы обращаем особое внимание, это алгоритм въезда в регион граждан из-за границы. Все прибывшие отправляются в обязательном порядке под наблюдение врачей. А те, у кого есть признаки ОРВИ, помещаются в медицинские учреждения в изолированные боксы. «Все больницы укомплектованы, места обсервации готовы в каждом муниципалитете», отметил Вениамин Кондратьев. Если в этом появится необходимость, в карантинные помещения будут перепрофилированы санатории. Губернатор сообщил, что и для поддержки бизнеса на уровне региона разрабатывается ряд мер, чтобы помочь экономике устоять в этот период. Ну а мэр Сочи призвал туристов отказаться от посещения курорта. Соответствующее обращение к потенциальным туристам Алексей Копайгородский опубликовал в своем блоге в Инстаграм. Он подчеркнул, что в Краснодарском крае до особого распоряжения запрещен допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. Напомню, по решению президента Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Мэр города призвал сочинцев в это время воздержаться от посещения общественных мест. В своем блоге в Инстаграме Копайгородский обратился и к потенциальным туристам. Просьба ко всем жителям города. Для вашего здоровья, для общего блага воздержитесь в ближайшие дни от посещения общественных мест. Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта. Отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Глава города добавил, что в Сочи обстановка находится под его личным контролем. В городе пять официально выявленных пациентов с COVID-19. С 27 марта в России будет полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, исключение рейсы для вывоза россиян. Правительство России поручило Росавиации из-за угрозы коронавируса прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Тем, кто не может вернуться в Россию из-за обведенных в других странах ограничений, рекомендовано принять меры для охраны своего здоровья. Также в правительстве напомнили, что всех вернувшихся туристов ожидает двухнедельный карантин. Ну а на Кубани с завтрашнего дня вводят современные ограничения на транспортные сообщения. Губернатор края поручил региональному Минтрансу проработать этот вопрос в отношении всех видов пассажирских перевозок. Предполагается закрытие перелетов из Краснодара в Сочи, а вот между муниципалитетами и внутри них железнодорожные перевозки и автобусные рейсы сократятся. Это только одна из мер против распространения коронавирусной инфекции на Кубани. Действия в сложившейся ситуации обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба. Совещание возглавил губернатор края. Вениамин Кондратьев обратился к жителям Кубани с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым властями мерам. Хочу обратиться к жителям края с пониманием того, что те меры, которые сегодня обозначил я, это необходимые меры для того, чтобы мы все-таки остановили распространение коронавируса на территории нашего края. Это благополучие безопасности в первую очередь жизни вашей и окружающих вас людей, в том числе ваших близких. Еще раз подчеркиваю, я прошу отнестись с пониманием. Это вынужденная необходимая мера. И чем жестче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее мы пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом, которая возникла на территории Краснодарского края. Быстрее пройдем. Вот общее сплочение, общая самодисциплина. Кроме того, чтобы не допустить распространения заболевания, уже с сегодняшнего дня Роспотребнадзор рекомендовал временно закрыть все спортивные и детские центры, кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных комплексах, а массовые мероприятия отменены полностью. Также глава Кубани дал поручение региональному Минздраву подготовить дополнительные инфекционные койки, а также сообщил, что порядка 500 тысяч защитных масок в ближайшее время будет доставлено в регион для работников соцслужб и полиции, волонтеров и казаков. Полиция назвала фейком распространяемые сообщения о детских патрулях в Сочи. Сегодня в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения, обращенные к родителям. Их авторы рассказывали о том, что в торговых центрах проводится патрулирование. Рейдовые группы выявляют подростков, которые находятся вне дома. Якобы, если ребенка обнаружат в школе, будет наказано учебное заведение. А вот если в магазинах, автобусах или на улицах, то накажут штрафом родителей. В Управлении внутренних дел Сочи эту информацию назвали фейком. Также в УВД напомнили, что за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом таких сообщений предусмотрена административная ответственность. Ну и я добавлю, что по решению Следственного комитета России в ведомстве создали рабочую группу, которая будет выявлять в интернете и мессенджерах заведомо ложную и непроверенную информацию о коронавирусе, способствующую паническим настроениям. Продолжаем. Сочи присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе». На базе медицинского колледжа образовано отделение всероссийского добровольческого движения «Волонтеры-медики». В рамках этого проекта студенты помогают пожилым людям, которые находятся в эти дни в зоне риска. Поддержку и простую человеческую помощь в эти дни могут получить сочинцы, возраст которых превышает 65 лет. Рассказать о том, что необходимо, можно на горячей линии сайта «Мы вместе». Заявка будет перенаправлена волонтерам, которые свяжутся с пенсионером и уточнят все детали. «Мы прекрасно понимаем ту ответственность, которая сегодня в наших плечах. И мы можем сегодня оказать хотя бы помощь нашим старшим, нашим дедам, нашим родителям, которые нас вырастили. Мы можем оказать помощь хотя бы по покупке лекарств, по покупке продуктов питания, первой необходимости и так далее». Волонтеры, студенты Сочинского медицинского колледжа доставляют товары прямо к порогу квартиры. Как того требует ситуация, перед контактом они обязаны надеть маски и перчатки, а также продезинфицировать руки. «Это мы?» «Да». «Мы все приобрели по вашей заявочке». Сегодня в списке по этому адресу. Хлеб, масло, сок, корм для кота. Чеки прилагаются. Важно и общение, пусть это всего парафраз. В условиях эпидемиологической ситуации простое прощание приобретает иной смысл. «Здоровья вам, крепкого!» «Спасибо большое!» «До свидания!» «Всего доброго!» «До свидания!» Сами волонтеры отмечают, что все пожилые люди провожают их с огромной благодарностью. Их теплые слова только укрепляют силы студентов. «Люди очень позитивно реагируют на наши приходы, благодарят очень хорошо. Некоторые даже удивленные, что столько много людей, желающих помочь. И честно, это очень радует. И это еще больше дает мотивацию помогать людям ходить, общаться с пожилыми людьми и просто делать добро». Тем, кому необходима помощь волонтеров-медиков, надо обратиться на горячую линию сайта «Мы вместе». Номер телефона вы видите на своих экранах. Пока в сочинский штаб акции ежедневно поступает чуть меньше пяти заявок. Однако не все заявители правильно понимают суть акции, поэтому часть просьб отклоняется. Некоторые заявки приходится отклонить. Например, выписать льготный рецепт. Мы никакого отношения не имеем к выписыванию рецепта. Дальше некоторые родственники оформляют заявки своим родственникам, не согласовав с ними. Допустим, вчера у нас был случай, нам пришлось отклонить заявку, потому что дочка не согласовала со своей мамой, а у нее уже продукты были закуплены на две недели. Напомню, что человек пенсионного возраста может попросить волонтеров купить продукты или лекарства, а также оплатить услуги ЖКХ. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Плюс один муниципалитет в Краснодарском крае. Кубанские депутаты присвоили сочинскому поселку Сириус статус городского округа. За закон о новом муниципальном образовании парламентарии проголосовали единогласно на 35-й сессии регионального законодательного собрания. В ней принял участие глава региона. Заседание проходило в усеченном формате. Тем не менее, народные избранники рассмотрели больше 50 вопросов. Без шумных обсуждений и рукопожатий. Несмотря на то, что некоторые депутатские кресла были пусты, Кворум позволял провести заседание и рассмотреть новые законы. Один из первых вопросов в повестке – отделение поселка Сириус от Сочи. Вениамин Кондратьев отметил, что официальный статус позволит району эмеретинской низменности выйти на принципиально новый уровень развития. Вот что будет с эмеретинкой, что будет с этой территорией через лет 10, 20, 50, если мы так просто оставим ее предатком у Сочи, просто предатком, но никогда и не было, еще раз подчеркиваю, такого населенного пункта у Сочи, какой сегодня есть. А самое главное, если мы говорим о научном потенциале, я в него очень верю, я думаю, что надо нам дать возможность, чтобы этот потенциал у этой территории был, у этого города Сириус. Сириус. В противном случае, друзья, мы можем это все просто вот так и оставить, но я боюсь, что все так и останется. И все, что было лучшее у этой территории, останется в 2014 году, когда проходила Олимпиада. Боюсь, что может быть и так. Поэтому я тоже прошу поддержать здесь этот законопроект, дать возможность развития этой территории, и я уверен, что у нее очень интересное, хорошее будущее. К нам поступили законодательные инициативы наших сочинских коллег, которые проделали большую законотворческую работу. Они, наши коллеги и жители города Сочи, справедливо считают, что этот более высокий статус откроет поселку Сириус новые возможности для дальнейшего социально-экономического роста. Для того, чтобы Сириус обрел новый статус, потребовалось около полугода кропотливой работы. Благодаря новому законопроекту поселок получит статус городского округа. Такое решение уже поддержало большинство местных жителей во время публичных слушаний. 26 февраля 2020 года проведены публичные слушания, на которые граждане одобрили преобразование муниципального образования город-курорт Сочи путем разделения на муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края. И вот он исторический момент. Законопроекта о наделении Сириуса статусом городского округа депутаты принимают единогласно. Впервые с 2003 года на Кубани образован новый муниципалитет. Теперь их 45. После получения официального статуса городского округа Сириус получит дополнительные возможности для решения существующих проблем. Обращаясь к депутатам, Вениамин Кондратьев отметил, что без дальнейшей поддержки территория поселка попросту может потерять тот потенциал, который был приобретен в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Давайте посмотрим, что сегодня из себя представляет город Сочи. Это 150 километров, 150 километров в длину. И давайте честно себе скажем, где-то хорошо эта территория представлена, а где-то по-разному. Где-то застройка на самом деле курортная, а где-то не очень. И это тоже правда. Сегодня мы говорим Сириусу. Это сегодня, ну еще 10 лет назад территория муниципального образования города Сочи. Притом такая болотистая территория была. Там старобрядцы жили. И местные жители туда даже не ходили, ну на пляж редко ездили купаться. И благодаря президенту нашей страны, когда он принял решение строить Олимпиаду, вот эта эмеретинская низменность превратилась вот в такой сегодняшний кластер. Современный и очень-очень дорогой по строительству. Потому что нужно было на этой болотистой территории или низменности построить вот такой город-сад. И никогда в жизни за муниципальный бюджет такое не построило. С 2021 года Сириус наравне со всеми районами сможет участвовать в краевых и федеральных программах, национальных проектах, а также получать грантовую поддержку. Вот мы точно можем потерять, только нету территории. Эта территория уже красивая территория. А потерять уже Сириус, как потенциально красивый город, если ничего не сделаем, если оставим его в прежних границах муниципального образования города Сочи, посмотрите, что сегодня, спустя сколько лет, после Олимпиады, происходит, ну, в принципе, всей этой территории Меретинки. Самострои вовсю расцвели. Мы уже устали иски в суд предъявлять. Только по этой территории. Она настолько полюбилась застройщикам, в кавычках, что они просто ничем не считаются. Ни с законом, ни с чем. Со своим желанием только считаются. Прокурору края здесь огромное слово благодарности. Полиции, судебным приставам всем за то, что сдерживаем эту территорию. Но это на краевом уровне сдерживаем. Потому что муниципальная власть, на самом деле, я согласен с тем, что много у них задач у мэра Сочи проедет. Он в Лазаревском районе бывает там не каждую неделю, если уж по-честно, 150 километров. Там должен быть свой мэр, по-настоящему, который будет контролировать эту территорию. Сегодня Сириус – это территория с большим потенциалом. Ведь здесь проходят события самого высокого уровня и запланированы масштабные проекты. Поэтому важно обеспечить будущему городу достойное развитие. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. А вот в центральной части Сочи планируется придать статус исторического поселения. В границе поселения решено включить территорию от реки Псахэ на Мамайке до реки Кудепсты. Его протяженность составит 22,5 километра. Проект разработан для сохранения ценных объектов Сочи. По федеральному и краевому законодательству, градостроительная и хозяйственная деятельность в историческом поселении может идти только при условии, что объекты культурного наследия не пострадают. В поселение помимо 134 объектов культурного наследия предлагается включить 251 ценный объект историко-градостроительной среды. В их числе архитектурные ансамбли, здания, сооружения, малоархитектурные формы, панорамы. Будет разработан регламент использования этих территорий. Границы и предметы охраны планируются утвердить в начале осени в краевой администрации. После этого регламент вынесут на общественные слушания. И уже затем будут внесены изменения в действующие правила землепользования и застройки. В ином формате сегодня прошла и сессия депутатов городского собрания Сочи. На профилактические меры по распространению коронавируса депутаты выделили около 20 миллионов рублей. Одними из главных вопросов повестки также стали перенос празднования Дня города и предоставление соцвыплат пенсионерам. Из-за ограничительных мер, введенных в связи с мировой эпид-обстановкой, в зале заседания сегодня нет лишних людей. Присутствовать на сессии могли не больше 50 человек. Выступающие по отдельным вопросам ждали своего выхода в холле. Там же завершение сессии дождались представители СМИ. Так, сохраняя рабочую обстановку, представители власти соблюдают меры профилактики. Мы в точно таком же режиме проводим. У нас сессия состоится, если есть форум. Поэтому нет. Еще раз говорю, работа органов власти на этот период не прекращается. Профилактика коронавируса стала и одной из главных тем повестки, а именно выделение около 20 миллионов рублей из городского бюджета на закупку всех необходимых средств для дезинфекции образовательных учреждений города, а также на оплату работы сотрудникам, ведущим прием граждан дистанционно. Напомню, личные приемы и сходы граждан сейчас отменены. Это выделение средств образовательным учреждениям на приобретение оборудования, расходных материалов по предупреждению распространения коронавируса, профилактические меры. И второе направление – это выделение средств для того, чтобы организовать работу тех людей, которые будут вот в этот промежуток времени работать в сети, интернет, в телефонном режиме работать с гражданами, потому что в настоящее время увеличилось количество обращений именно по этим каналам связи, так как прием сейчас контактный, он не ведется, а ведется только письменное обращение, либо по сети интернет, либо в телефонном режиме. Также в ходе сессии депутаты поддержали предложение администрации города об увеличении выплат отдельным категориям граждан. Это касается более 600 человек – неработающих пенсионеров, которые не могут рассчитывать на социальные выплаты по федеральным и краевым программам, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников Ленинграда. Депутаты также поддержали предложение мэрии о переносе дня города. Сочинские депутаты обратятся с инициативой в ЗСК о внесении изменений в закон Краснодарского края о праздничных днях и памятных датах. Таким образом, День города перенесут с 21 ноября на последнюю субботу мая. В этом году Сочи будет отмечать свой праздник 30 мая. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Благоустройство, санитарное состояние и развитие социальной инфраструктуры – первый заместитель главы Сочи накануне проинспектировал Хостинский район города. Денис Юрковский вместе с главой района и главным архитектором города осмотрели центральные улицы Хосте. Один из первых объектов – парк развлечений. Сейчас он закрыт, но это не значит, отметил первый вице-мэр, что здесь не нужно поддерживать порядок. Надо освежить, как минимум, для того, чтобы вынужден трясить. Привлекательное место было, место отдыха – это самый центр Хосте. Денис Юрковский поручил также проверить все небольшие торговые объекты на предмет их законности и дал указание провести в районе уборку. Где-то нужно вывезти мусор, где-то провести подрезку кустов и деревьев. На некоторых улицах тротуарная плитка давно уже требует замены. Оценил Юрковский и благоустройство сквера «Влюбленных». Рядом с ним есть пустующий участок. Раньше здесь располагался летний театр. Надо сейчас посмотреть этот участок. Он не эксплуатировался. И какой мы объект сюда можем разместить? Либо это будет садик, либо это будет школа, либо плавательный бассейн. Малобюджетник. Посмотрите по нормативам, что сюда поместится. Также первый замглавы города потребовал навести порядок во дворах многоквартирных домов. Это уже задача жильцов и управляющих компаний. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 26 марта 1945 скончался Борис Шапошников. Единственный маршал, умерший во время Великой Отечественной войны. Он не дожил до Победы всего 44 дня. Причиной стала тяжелая болезнь. В это время советские войска продолжают наступление по всем направлениям. Важные успехи достигнуты в Карпатах, на территории Чехословакии и у границ Австрии. Там взяты важные опорные пункты фашистов. Продолжаются и бои за Кёнигсберг. Старинная столица Восточной Пруссии оборонялась ожесточенно. 26 марта войска 3-го Белорусского фронта завершали ликвидацию группы войска противника на побережье. Заняли три населенных пункта и порт Розенберг. В боях в этом районе взято в плен 21 тысяча немецких солдат. В это время войска союзников продвигаются вдоль Рейна. Почти четверть восточного берега этой реки находилась в их руках. Союзниками был взят большой завод, на котором производили приборы для немецких истребителей. Помещения завода были высечены в скалах. В Венгрии Временное национальное правительство отменило все антиеврейские законы, изданные прежним правительством. В Киев прибыли 250 детей, освобожденные из немецкого рабства. Их держали в концлагере рядом с Лодзью. Туда загнали более тысячи ребят. На работу выгоняли рано, кормили отвратительно. За малейшую провинность избивали до смерти. Почти ежедневно кто-нибудь умирал, рассказывали дети. А в Одессу двумя кораблями доставлены советские граждане и военнопленные, освобожденные в Западной Германии. Их рассказы – суровые обвинительные заключения против фашистов. Раненых красноармейцев три недели держали в тесном бараке. Все это время не давали и крошки хлеба. От голода погибло более 400 человек. Остальных погнали на саперные работы. Многих живыми закопали в землю. В этот день, 26 марта, родился советский военачальник, герой Советского Союза Александр Лизюков. Профессиональный военный, в 1938 году он был арестован и обвинен в антисоветском заговоре. Почти два года Лизюков провел в тюрьме, но был оправдан. Когда началась Великая Отечественная, отправился на фронт. Руководил обороной белорусского города Борисов, переправ через реки Днепр и Березину. Лизюков проявил себя как прекрасный командир. В августе 1941 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1942 назначен командующим 5-й танковой армии, которая использовалась для удара по немецким войскам, двигавшимся к Воронежу. Лизюков погиб в бою у села Медвежья под Воронежем. Точные обстоятельства гибели не выяснены. Его могила долгое время была неизвестной, а сам он оставался пропавшим без вести. В 2008 году были предположительно найдены останки генерала в братской могиле у села Лебяжье. По желанию родственников перезахоронены на Аллее Славы в Воронеже. История в деталях и в одной книге. Кавказский заповедник презентовал книгу, над которой группа авторов работала на протяжении нескольких лет. Новое издание уже считается уникальным. Впервые история природоохранной территории собрана настолько детально. Презентация состоялась 24 марта, в день рождения основателя и первого директора Кавказского заповедника Христофора Шапошникова. Тираж книги «История Кавказского заповедника» всего 500 экземпляров. И раскуплен он практически полностью еще до выхода книги в свет. Все дело в уникальности издания. За всю историю охраняемой природной территории было лишь несколько книг, в которых была собрана и систематизирована информация о деятельности и развитии Кавказского заповедника. Кроме того, только в этой книге опубликованы уникальные фото и документы, которые были найдены в архивах и сохранившиеся до наших дней. Работать с архивами в принципе непросто и очень ответственно. Об этом говорят авторы истории Кавказского заповедника. На то, чтобы найти новые факты и систематизировать их у старших научных сотрудников заповедника Сергея Трепета и Юрия Спасовского ушло два года. Большой блок об истории заповедника в годы Великой Отечественной войны взял на себя друг Кавказского заповедника, научный волонтер, фотограф, путешественник и историк по образованию Дмитрий Андреев. Поднимаются архивы, которые до этого лежали годами на полке. Никто до тебя, допустим, этими делами архивными не занимался, никто их не требовал. Они просто, как книжка в библиотеке может лежать, ее никто не читал никогда. А в ней написано столько интересного. То же самое с архивами, на основании которых какие-то данные проявлялись в заповеднике. И они еще не все проявлены, как Сергей справедливо заметил. Вот сейчас опять накапливается материал, который может послужить продолжением той же истории. Каждый день, работая над материалами для книги, авторы делали открытия, узнавали факты, о которых ранее никто не догадывался. Информации хватит и на второе издание, которое авторы хотят выпустить в виде большого фотоальбома. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях, в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.